Продолжение следует... Какова эта цель, помните? Преобразование, уподобление Господу, возвращение в первозданный образ Божий. Цель жизни с Господом. Это богоподобие. Вторая проповедь называлась, кто помнит как? Псевдодуховность. Мы рассматривали распространенные в духовном мире ложные цели, ложные формы духовности и посмотрели, как Священное Писание, как Иисус Христос вскрывал эти ложные концепции и проявления в области духовного, в области религиозного. Далее мы с вами исследовали тему «Механизм преобразования» в минувшую субботу. Скажите, кто совершает работу преобразования, согласно Библии? Господь! Бог это делает. Бог это делает. Это только Ему под силу. Человек, как ни старается, даже с самой крепкой волей, не может себя основательно и надолго изменить. Но что может делать человек? Это создать условия, при которых Бог мог бы действовать, воздействовать на Него, действовать в Нем и помогать Ему духовно расти. Подобно тому, как семя может расти благодаря жизни, которая находится в Нем, в самом семени, а человек только может создать условия, земледелец может только создать необходимую среду для этого роста. Точно так же и в духовной жизни. Человек не в состоянии себя поменять. Грех искоренить из своей жизни он не может сам. Но что он может сделать? Он может сделать себя доступным для Бога. Он может подготовить почву соответствующим образом. Он может создать среду, создать условия, в которых Бог действует и таким образом взращивает Его, помогает Ему. И вот, начиная с сегодняшней проповеди, в этом цикле преобразования, речь пойдет о том, какие же это средства, какие же это способы, какие пути, какие методы Господь использует для того, чтобы давать нам этот духовный рост. Мы начинаем рассматривать вопрос инструментов, которые находятся в Божьем арсенале, чтобы человека духовно возрастить. И первое, что является неизбежным в исследовании этой темы и основополагающим – это священные писания. Священные писания – это название нашей сегодняшней темы. Это первый инструмент, это основа, на которой происходит духовный рост. Давайте посмотрим, о чем именно идет речь. Откройте, пожалуйста, в книге Псалтирь, 118 главу. Книга Псалтирь, глава 118. Мы прочитаем стих 11, Псалом 118, 111. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы…» Давайте эту часть стиха прочитаем вместе, громко вслух. Она чрезвычайно важна. Готовы? Со слова «чтобы»? «Чтобы не грешить пред тобой». Ответьте на вопрос. Чтобы не грешить пред Господом, что необходимо согласно этому стиху? «Слово Божье сокрыть в сердце». «Слово Божье разместить в сердце». Слово «сердце» в Священном Писании, здесь, в древнееврейском, на котором написан Ветхий Завет, это слово «лэ-баб», которое означает «внутренний мир человека», означает «волю человека», означает «мировоззрение человека». Сердце в Библии – это не просто физический орган, ответственный за транспортировку крови. Сердце в Священном Писании – это описание внутренней жизни в человеке, это сознание человека, внутренний мир, его воля. Вот там сказано «нужно сокрыть Слово Божье, чтобы не грешить». Итак, очень прямая, яркая, конкретная связь между Священными Писаниями, между Словом Божьим и способностью не грешить. Верите ли вы в это? Принимаете ли это? Даже, может быть, если оно звучит немножечко непонятно. Видите, наша способность понимать, она всегда ограничена, всегда ограничена. Но способность принять то, что Бог говорит, она легче дается. Даже если не понимаю, зная, что Библия – это Слово Божье, я принимаю эту аксиому. Чтобы не грешить, мне нужно, чтобы вот это Слово Божье было сокрыто в моем сердце. Об этом мы читаем также неоднократно в разных книгах Священного Писания. Я приглашаю вас один посмотреть отрывочек из 2-го послания Тимофею. 2-е Тимофею, 3-я глава, стихи с 15 по 17. 2-е Тимофею, 3-я глава, стихи с 15 по 17. Сказано так, «Притом же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Итак, какова роль Писания? Они дают мудрость для чего? Для спасения. Они могут умудрить себя во спасение верою во Христа Иисуса. И далее, череда действий, которые совершает Слово Божье в человеке. «Все Писание Богодухновенно и полезно для…» Давайте назовем. Первое – для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Слово Божье научает, обличает, то есть указывает на неверные представления, на то, что не соответствует в человеке воле Божьей. Дальше оно что делает? Исправляет, представляете? Оно исправляет и наставляет в праведности, дает возможность человеку быть праведным. И вот цель, 17 стих, «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот роль Священного Писания. Вот какова роль Слова Божье в преобразовании человеческой личности. «Научает, обличает, исправляет, наставляет в праведности». Спасибо. Мердия. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.